Девушки отдыхают В этом году жизни накануне скончался актер театра и кино Владимир Федоров, известный по прозвищу, который он сам себе дал, Володе Черномор. Прозвище появилось из-за его первой роли в кино Черномора в фильме Александра Птушко «Руслан и Людмила». Режиссер пригласил сниматься Федорова, который тогда не был профессиональным актером, из-за его физических особенностей. Его рост составлял всего 130 сантиметров. Позже Федоров снялся более чем в 40 картинах «Черестерни и звездам», «12 стулья», «В собачье сердце», дом, который построил Свифткин, Задза. Анна Каренина жила была одна баба. Он работал в Государственном академическом театре имени Вахтангова, в театре у Никитских ворот и в МХТ имени Чехова. Он был известен своей общественной деятельностью, был активным участником оппозиции. Добрый день! Я, наверное, самый необычный из вас. И мне, как никому, испытавшему на себе всю тягость нестандартного вот такого тела, которое гарантируется очень большому количеству людей, прошедших через любую войну, известных под именем «Самовар». Многих этих людей нам не далось увидеть живыми. От них избавлялись еще при жизни наши уважаемые СМЕРШовцы. Прежде чем начать говорить слова, которые бы хотелось произнести перед вами, я бы хотел обратиться к вам и отдать минуту молчания первым жертвам этой уже начавшейся войны на Майдане. Майдан – это новая, совершенно новая модель социальной организации общества. И я думаю, это будущее всего человечества. Ради этого я пришел сюда. И ради этого мы, я думаю, не напрасно все здесь собрались. Давайте поганим людей, павших за нашу и их свободу. Вечная им память. Спасибо. Слава Украине! Слава России! Да здравствует свобода! Равенство настоящее! Не бумажное, не то, к которому мы привыкли, и от которого у нас всех тошнит и воротит, а настоящее равенство перед законом, перед будущим, перед всем тем, ради чего стоит жить и бороться, и отдать, может быть, свою жизнь. Слава героям Украины! Слава героям России! Вечная им слава! Спасибо вам, дорогие мои, что вы здесь вместе со мной. Низкий вам поклон! За своей научной и актерской деятельностью этот замечательный человек не забывал и о личной жизни. Его первый брак оказался непродолжительным и неудачным, зато от второго, длившегося 15 лет, у Владимира появилось четверо детей. В 2004 году, когда Федорову исполнилось 65 лет, он женился уже в четвертый раз. Его избранница Вероника была на 35 лет моложе, но этот союз оказался по-настоящему крепким и счастливым. И даже когда здоровье ученого и актера уже сильно пошатнулось, жена осталась самой надежной и прочной опорой в его жизни. Истинный свободолюбец и человек последовательных убеждений, Владимир не пошел на сделку с нынешней властью, как поступили некоторые его коллеги, и открыто стал в оппозицию. Субтитры создавал DimaTorzok